привет мои хорошие с вами селена своей и сегодня я хочу рассказать вам о своих таких подарочках которые за последнее время мне пришли их несколько из разных марок все будет в инфобоксе внизу под видео я оставлю ссылочки где можно взять продукцию также со скидкой или без скидки и в общем где откуда мне кто что подарил и вот что касается косметики я все протестировала и решила вам рассказать свое честное субъективное мнение и так приступим начнем мы с одной очень интересной косметики мне ее прислали я ее протестировала могу сказать что не все мне понравилось в этой косметики да ну давайте начну с хорошего с хорошего что мне очень понравилось и как раз хотела только сейчас сделать эту масочку может быть вы видели в инстаграме я выкладывала эту масочку делала на себя фотографии покажу эта маска из глины они ходят еще такая легенда что когда-то давно туземцы когда лепили горшки они ну в общем такую грязь отыскали не помню точно как она называется глиняная грязь глина в общем и они ее отыскали хотели лепить из нее горшки но горшки не получались лепить лепить но они заметили что у них очень такие нежные руки стали вот и вот как-то внедрили вот эту вот вот эту глину да то чтобы как бы с кожей работать и что я могу сказать мне очень нравится как кожа после нее выглядит и вы знаете самое интересное я всегда обращаю внимание знаете такие вещи как там запахи процесс то есть должен быть процесс интересный не просто в этом сделали все да и все я на самом деле игралась прям с ней потому что она такая прикольная то есть сначала она ее наносишь да на одного цвета потом по мере там вот ходишь смотришь на себе в зеркало и она так необычно меняется то есть она светлеет и она то пятнышками какими-то появляется но в общем на фотографии видно все мне она очень понравилась и кожа у нее после нее действительно очень такая приятная ну как бы достаточно долгое время но вот три дня точно я ходила кожу свою прям трогала она была такая нежненькая классно сейчас хотела сделать но перед этим видео еще раз но просто косметику потом нежелательно наверное наносить какое-то время я решила что я после съемок сейчас обязательно и сделаю после нее знаете вот во времени и пока происходит все это да кожа как-то вот так вот пульсирует очень сильно в разноте как будто вот эти обгоришь на солнце и ты чувствуешь чувствуешь как там все вот эти вот сосуды или что там происходит все двигается и вот у меня было такое же ощущение под этой маской да но я подумала что наверное там работают капилляры все кровь и так далее потом когда я ее смыла кожа немного была красненькая и через какое-то время минут 30 эта краснота сошла она масла крема после этого и все то есть а маска мне очень понравилось ссылка будет внизу дальше что в этой косметике мне понравилось вот это вот очищающий лосьон такой он очень мягкий ну как им просто умылась да и выделяется что вот я не поняла что она не смывает так до конца косметику то есть я была в туши например да я два раза намылила лицо два раза помыла как следует все то есть кожа конечно после него очень бархатистая мягкая действительно вот она вот делает да и не масляная причем причем при этом очень мягкая и но тушь не смылась тушь все равно как будто как будто такая вот жирноватая немножко было да то есть мне ваточка отдельно еще пришлось досмывать то есть я не буду уже третий раз мылить все это дело наверное это просто скорее не для основания там косметики до какой-то а именно для очищения вот кожи до очищения пор и смягчения кожи и что могу заметить что здесь кори приятный запах скоро я сниму видео о ароматерапии я вам с вами поделюсь всеми средствами где запахи мне очень нравится и расскажу вообще как это важно мне кажется для жизни и так здесь очень приятный запах такой дорогой знаете как косметика сама по себе она не дешевая но и недорогая то есть каждое средство в пределах там тысячи плюс минус то масочка от полторы стоит что еще есть здесь ага значит есть вот такой вот сиси крем как сейчас его называют чем отличается от биби крема это тем что у него омолодительные такие эффекты есть разные да и он более такой мягкий более увлажняет в общем более такая усовершенствованная да там более современными биби крем это что-то устаревшие а сись крем это что-то новое такое да но знаете он не подошел я не знаю почему я не знаю как я по-разному пробовала да он действительно по текстуре тем даже вы видели он мягкий то есть он вот по текстуре очень мягкий на коже да вот здесь вот он очень хорошо да там размазывается впитывается действительно становится таким незаметным что касается моего лица я пробовала по-разному сначала попробовал нанести после маски сразу да наверное кожа все таки была такая то есть вот все он впитался и действительно его не видно совсем но на лице он у меня по-другому на лице он у меня немножко кожа начинает шоушиться мне это не понравилось я не понимаю в чем это дело когда я спросила там своих знакомых берут не понимаю почему это потому что я до этого одним кремом увлажняла кожу до специально перед нанесением на другой день через день я попыталась там третьим кремом увлажнить до четверто есть разные крема после маски уже долго время прошло и думала может после маски шелушиться как тогда кожа бывает же такое нет все равно все равно ложится на лице моем не очень хорошо поэтому вот так вот это наверное надо индивидуально подбирать все это что касается сиси крема этого дальше хочу отметить блеск для в безумных классный запах это тоже будет у меня в ароматерапии у него очень классный ванильный запах блеск обычный блеск до что он защищает увлажняет защищает ультрафиолетовых лучей spf 15 здесь да приятно на губах то есть не липки ничего единственное что вот эта крышечка мне не очень нравится как она открывается все время но кто-то может быть видел такие да особенно руки когда жирные все я тяжело мне и открыть вот а так запах очень приятно очень классно на губах дальше вот такой вот интересная никогда не пользовалась такой вещью на пока называется это короче гиарулонка такая знаете вот как мы раньше пшикались этими термальной водой но только это такое что-то другое да потому что термальная вода это все-таки вода и вода насколько вы знаете она забирает влагу да насколько я знаю насколько я слышала забирает влагу а здесь такая формула сделана гиарулоновая кислота которая удерживает влагу и этим можно пользоваться не только на лицо но тело волосы и что я заметила с этим средством то что я вам помните рассказывал может быть за уходом по уходу за волосами у меня шелушиться вот эта вот часть головы я не знаю что делать да то есть я уже потом разные ампулы и так далее то есть увлажнять как то что он непонятный я уже не крашу голову то есть я думала раньше что это от красок но я не крашу корни волос уже давно у меня свои отросли и все равно все равно и вот эту часть шелушиться что я делаю пUSE мытья просто вы такая прям шишка пшик отсюда на эту часть лицо там волосы увлажняю да ну и шелушение этого нету то есть вот я сейчас помыла голову пшикнула посушила все шелушение нет мне это очень нравится это этот прям вообще для меня находка какая-то что касается этого даже лучше ампул потому что ампулы все равно как-то они высыхают все равно какое-то шелушение остается бороться с этим в общем невозможно и может быть видимых до ощущений нету да там на волосах на коже то есть очень сложно потому что она как вода да а при этом какие-то глубокие процессы проходят но понимание этого да и плюс то что я вижу нас у нас на коже своей головы мне очень нравится поэтому этим шикой все утром встаю попшикала лицо волосы каждый день то есть все наделяется значит у меня влагой и из этой же серии в общем то мне прислали тушь тушь очень интересный дизайн у этой туши ну как бы такой стильный да такая кисточка тушь пахнет свежо то есть хорошо да и красит она мне очень нравится она делает объем удлинение то есть распахнутые реснички сейчас на мне это туши я тоже вам покажу фотографии как я до того как я накрасила и после мне очень понравилось то есть действительно она разделяет ресничка к ресничке не склеивает их очень быстро крашу и даже с одного слоя реснички уже такие знаете вот раз и все и они очень естественно многие туши делают как-то тогда неестественно как-то вот много да а здесь прям действительно каждую ресничку вот как-то они такие вот тоненькие длинненькие да их тоже самое объем как-то и вот такой распахнутый взгляд мне очень нравится она напоминает мне чем-то тушь клиник я когда-то пользовалась и так что еще а зубная паста отбеливающая зубная паста но что могу сказать конечно и отбеливающие свойства я к сожалению не могу проверить потому что давно я отбеливала свои зубы мне сложно до судить потому что без зубы так белые сложно судить но что я могу сказать я еще думала думаю ну а дам эту пасту кому протестировать у меня же есть подружки которые все там кто-то думает зубы отбеливая да хоть они то может и белые но можно еще белее сделать да и думаю дам кому-нибудь но сначала ну попробую да то есть но я ей попользовалась раз-два и девочки что вы думаете ее запах меня сломил у нее действительно такой приятный вкус запах и она знаете вот сладкая мята нежная сладкая мята потому что я все время тоже с этими зубными пастами 1 паста мне там плохо пенится она зеленая для десен плохо пенится не вкусно пахнет вообще какая-то она странная другая очень сильно мятная то есть и насколько я помню не было таких пас да но детские пасты они вообще так очень что не работ но вот это такая вот паста вот я ее никому не собираюсь отдавать для тестирования отбеливания зубов потому что ее аромат просто супер я я хочу ей чистить я уже настроение поднимается как только очищу этой зубной пасты мне она понравилась также на прошлой неделе мне в тянде так как я у них прошлый раз может быть вы видели видео я заказывал очень много-много всего и там всякие акции у них еду да что в общем если вы что-то заказали вам что-то в подарок мне позвонили сказали приходите приходите мы вам подарим масочки в общем подарили мне три вот такие масочки я ими еще не пользовалась но какие-то маски я брала у них мне очень нравится тянда фирма да вот здесь омолаживающая маска для шеи лица потом ревитализирующая маска для лица и шеи и питательная маска но я думаю что вот раз в недельку что-то да я поделаю на своем лице и также у них я взяла тоже со скидкой одну помаду там а то что скидки плюс если вы там зарегистрированы у вас скидка 30 процентов короче я взяла одну помаду вторую в подарок выбрала 20 цвета один персиковый вот такой мне кажется он очень такой весенний цвет ну как-то вы знаете он очень ярко по мулек на моих губах мне что-то непонятно но я как-нибудь видео сниму с цветом и конечно же красный долго думала какой какой цвет я губными так особо не очень хорошо пользуюсь и красненькая так она тоже какая-то не не такая прям красная как это вишневая немного что мне в них не нравится запах если вам запах не важен то до хорошую увлажняют они итальянские но запах для меня очень важен и они для меня пахнут каким чем-то несвежим как бы знаете как будто вот у бабушки иногда берешь когда старая-старая какая-то помада и вот так пахнет мне это не понравилось но подарки приятно и что у кого мтс я не знаю кому присылали может кто долго пользуется недавно мне это мтс подарили в санлайте вот такие вот два серебряных сердечка написано с любовью от мтс я у них купила еще серебряный браслетик вот такой вот и отдела и вообще санлайт очень часто они проводят какие-то такие эти там то вашан зайдешь они тебе дадут вот как раз таки на браслетике я просто смотрю так долго-долго и в общем буду собирать буду на свой браслетик собирать хочу чтобы у меня он весь был всяких значимых штучках и очень хочется чтобы не дарили конечно же эти штуки потому что представляете браслетик ой какой красивый браслетик да вот это не подарил мтс это не подарил там одна моя подруга вот это вот не мама то вот это брат ну то есть очень интересно да когда или там вот это я купила где-то за границей вот это то есть памятные такие вещи и также в вот когда ваша не дарили там покупаешь на до 300 рублей или сколько и не помню в общем покупаешь на какую-то сумму тебе дают вот такую вот подвесочку сердечко в общем не раздали два долина у меня много номеров я в общем взяла две такие подвесочки а потом купила вот такие серебряные штучки и сделала себе сережки ну конечно их можно еще сделать лучше да красивее но уже я их ношу и они очень прикольно смотрятся такие вот сердечки помните вам говорила меня раньше на черепа потом у меня микки маусы вот кстати череп потом у меня микки маусы были и сейчас не знаю что бабочки сердечки ну так что сердечки актуально для меня сейчас очень вот и все подарочки которые были за прошлую неделю порадовала пользуюсь и есть чем будет пользоваться в общем если мое видео было вам полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал скоро будет очень много интересных тем это ароматерапия которая очень сильно хочу рассказать и мои покупочки за прошлую неделю тоже также наши разговоры о мужчинах отношениях и вообще взгляде на жизнь подобрала несколько тем все ссылки на косметику и подробности я оставлю под видео а с вами была серия нас и пока пока